Джойс Шоу. Другой сезон. Баттл! Надя, Лёша, привет! Привет! Мне кажется, или вы какие-то такие взволнованные? Странно просто слышать ведущего, но не видеть его. Вот здорово, что вы начали улыбаться, потому что Джойс Шоу вернулось. У нас второй сезон! Я не зря сказал, что это новый сезон. И не зря вы сидите на одном диване, потому что теперь вы не будете соревноваться друг против друга. Вы, внимание, команда! Наконец-то, Лёша! Мы так давно не виделись с Лёшей. Ну как ты вообще? Я нормально, твои как дела? Как муж? Муж? Слушай, он может быть он, может он придет сегодня. Отлично, отлично, что вы заговорили о тайном госте, потому что он есть. Буквально через минуту он появится. Но давайте для интриги я маленький намек вам скажу, а вы попробуйте угадать, кто он. Давай. Итак, представьте, когда он один, он мужчина. Но когда он с друзьями, он женщина. Подожди, это же наверняка какой-то артист, который перевоплощается. Ему 32 года, но во Львове он получает пенсию по поддельным документам некой Загорецкой Людмилы Степановны. Витя, что ли? Абсолютно верный! Встречайте, комик Витя Розовый! Прямо сейчас вы будете бороться против него. Привет! Долго шел. Привет! Привет! О, боже, какие у вас отношения! Добрый день! Добрый день! Витю вы, конечно, знаете, Витя вас тоже знает, но прямо сейчас вы узнаете друг друга намного интереснее. Шоу-контент! Невероятное откровение! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Это Джойс Шоу. Внимание! Правила сегодняшней игры, сегодняшнего батла. Участники по очереди тянут карточки с фактами о соперниках. Нужно определить, что из них правда, а что ложь. Если угадал, получаешь один балл. Победителю приз, проигравшему наказание. Ведно? Ведно было поцелуй с Лешей? Було ведно? Когда ты вначале? Да, заходил целовать. Бляха-муха, давай поразнимем шоце. Давайте вы просто каждый раз будете целоваться после каждого ответа. Давайте через стоп, да, хорошо. Витя, ты знаешь, почему это шоу называется Джойс Шоу? Я, честно говоря, не знаю, как перекладывается Джойс. Джойс – это молодежный тариф мобильной связи. В него входит безлимитный 4G интернет на пользование популярными мобильными приложениями. Я знаю, почему называется Джойс Шоу. А ну давай. Потому что это молодежный тариф. И смотри понаглее. И 4G интернет есть. На что? На что 4G безлимит? На что? На 4G. На интернет. На интернет. Витя, я удивлен тебе. 32, но ты молодежный. Я молодежный, да. Ну вот, наконец, Тор, и ничего, мы здесь собрались. Наш батл начинается. Ес! Ес, класс. Все рады, все довольны. Да, я тоже рады. Прямо сейчас вы будете вытягивать карточки по очереди. Карточки на столе. В каждой из них факты о Лёше и Наде, о группе в целом или о Вите. Джойс Шоу. На этом фото Надя. Правда или ложь? Это Надя или нет? Я думаю, что это не Надя. Потому что тут девчонка, она рыжая. Мне кажется, что девчонка на фото, это Эминем. Все. Я принял. Надя, это ты или нет? В интернете эта фотография действительно гуляет, как моя фотография. Но это не я. А? Опа-па-па-па-па-па-па. Ничего себе, Витя. Витя зарабатывает один балл. Один балл есть. Теперь очередь Нади и Лёши. Джойс Шоу. Витя развел на деньги неопытную команду Лиги Смеха из Херсона. Правда или ложь? Ой, ну это может быть правда и односно. Развел на деньги? До знакомства с ними, я бы сказала, может. Но после знакомства для меня это самые вообще интеллигентные люди, которых я только видела на Лиге Смеха. В общем, ваша версия какая? Надя, Лёша, решайте. Я думала, что это нет. Ложь. Витя, правильный ответ. Да, это ложь. Но деньги развели меня, короче. Я поехал в Херсон, да. Купил квитки туда-назад. Мне было очень напряженно поехать в Херсон. Короче, и когда я приехал, мне сказали. Потом отдам тебе гроши за выступ. Жесть. Я поехал до Львова, говорю. Вы там будете мне гроши скидать? Да, 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 да. Сейчас скинем. Зараз опять дай мне годину. Година прошла, будешь скидывать? И вот так вот здесь эта миссия стянулась и потом все. Паша, х**ов. Это название команды? Нет, это название люди. Витя, доставай ты факт. Надя записана у Лёши в телефоне, как Додо. Это очень сложный вопрос сейчас. Потому что я периодически меняю. И она по разуму называлась. Все зависит от количества слов в песне, когда мы выпускали. То есть если у Лёши было очень много, он меня сразу Надюша там называл. А если типа как в любви.нет во втором треке, там оскорбления были. Помнишь ли? Давай проверим. Не говори. Нет, мы не будем говорить, мы просто глянем. Чипит песное дудо. Нет. Витя говорит ложь. Я принимаю эту версию. Надя и Лёша. Надя сейчас у меня записана. Как? Как? Смотрите. Додо Надефеева. А как-то полбала можно зачитать? Не. Полбала. Мне кажется, это честно. Ты получаешь полбала. Я понял, да. Дягуя, дягуя. Джойс шоу. Надя, Лёша, теперь в вашу очередь факт о Вите. Давай. Ого. В Вите в друзьях в соцсети есть реальная Загорецкая Людмила Степановна. Было бы классно, конечно, если бы они сделали такого персонажа, в принципе. Да. Это было бы очень умно, но... Но мы дебилы. Я думаю, что нет, если честно. Но ты нет, но ты, вот если ты считаешь уверен, что есть вот... Я уверен, что... Да, есть. У Вите в друзьях есть Загорецкая Людмила Степановна. Нет, это неправильно. Нема у меня в друзьях. Я думаю... Загорецкая Людмила Степановна, взагалі, видумана, как бы, особистість. Я так думаю до 2018 року. Пока мне в соцмереже написала одна жіночка старшая, каже, доброго дня. Я Загорецкая Людмила Степановна. И вы понимаете, что вы зипсовали мне життя. Очень круто. Смішки с мішками, але вчора я была на приемі у лікаря, і він пів години з мене сміявся. Круто. Джойс Шоу. Конкурс для тех, кто нас смотрит. Выгодь призы от Джойси Водафон может тот, кто придумает или найдет невероятный факт о группе «Время и стекло» и напишет его в комментариях под этим выпуском. Автор комментария, правдивого или нет, с наибольшим количеством лайков, получит мерч от Водафон и Джойси с автографами группы и Вити. Джойс Шоу. Витя Розовый, доставай следующий факт. Хопа! На своей свадьбе Леша был без усов. Нет, це ложь. Ну аки без усов, ребят? Чеки без усов? Не, усатого позитива. Анти-усы. Усы. Я принял этот вариант, а теперь, Леша, вспомни свою свадьбу, был ли ты с усами или без. Я помню, что мне не нравятся фотки со свадьбы. Именно поэтому надо что? Я это помню. Я думаю, что Леша был без усов. Витя, мы счастливы. Ты ответил неправильно. А, черт! У меня просто, они были, ну, более реденькие, такие, знаешь, типа, может, они не совсем были. Еще более реденькие? Вот. И, типа, и, типа, и, типа, моя ты радость. И, короче, все мне говорили, Леша, ну, типа, подожди, еще же радость, не надо. Это, типа, такое студенческое, блин, пушок. Витя сделал предложение руки и сердца Тиня Карль. Правда или ложь? А смотри, так, он задышал чаще. Я думаю, что, возможно, Тина Карль выступала на Лиге Смеха и, возможно, у них был совместный номер с Загорецкой, где Витя мог делать ей предложение. Поэтому я считаю, что это правда. А теперь Витя говорит правильный ответ. Если нет, это неправда. На Лизе Смеха мы действительно выступали с Тиной Карль, но работал свечения не я, а Святослава работал свечения ей. Леша, извини. Ничего страшного, Надь. Леша, извини. Я совсем не злой. Давайте продолжать. Группа «Время и стекло», которая просуществовала целых 10 лет, выпустила всего два полноценных музыкальных альбома. Правда или ложь? А что значит просуществовала? Вы что, перестали существовать? Пока, пока... Существует. Правда или ложь? Пока ты думаешь, Витя, секунду подумай. Надя, какое твое любимое приложение в телефоне? Ну, Инстаграм, наверное. Инстаграм. Леша, а твое? Я чаще всего, если посмотреть по всему, это Ютуб, наверное. Ты это очень круто, потому что в тарифе Джойс как раз на них анлим трафик, ребята. Это очень круто. Витя, ты готов? Я готов. Ну, творчостью вы мало занимаетесь, правильно? Вы больше такого. Туда, сюда, это походите. Да, там 5-10-й больше потусувати здесь, короче. В Польше потусулаешь. Я думаю, может даже и полноценных и два альбома не выпустили, знаете, типа. Походу, это только песни есть. Знаете, сингл, типа, там просто вышел сингл, типа, и это как другой альбом. Короче, думаю, что это правда. Витя ответил абсолютно правильно. Действительно, два полноценных альбома за 10 лет. Два полноценных альбома за 10 лет. Нет, у нас два полноценных альбома, все остальное это мини-альбомы или синглы. Я музыкой не занимаюсь. Да. Я занимаюсь зубром, и у меня как один альбом. На 50% меньше, ниже у вас, ребята. Нет, у нас очень много синглов, правда. Однажды Витя чуть было не приговорили к смертной казни. Правда или ложь? Отличный вопросик. А, Витечка, ну ты, конечно, персона такая интересная. Что с тобой в жизни не происходило? Уважаемый ведущий, подскажите, как правильно ответить? Потому что, ну, конечно же, это теоретически могло быть в каком-то номере. Уважаемый ведущий, ничего не предсказывает. Смотрите, я вам подскажу, это было не на сцене. Правда это или ложь? Я думаю, что это ложь, понятное дело, смертной казни у нас как таковой нет. Я думаю, что никто не устраивал, Витя, самосуд. Посмотрите на эти добрые глаза. Невозможно, нет, да. Это невозможно. Я принимаю ваш ответ. Ложь. Правильно? Да. Витя, а теперь говори, как есть. Так, значит, а это было не в Украине. Это было в Йордании. В Йордании, короче, есть смертная кара за крадишку. И я в крово-магнитик. Я телегранный дебил, конечно. Фу, хороший какой человек, магнитик. А вот сейчас, внимание, все факты разыграны. Выигрывает Витя Розовый. Ах ты, что за фигня? Витя, что больше ни у кого не было сомнений, что Розовый твоя настоящая фамилия, Джоис Шоу дарит тебе татуировки сет рожевых квиточок. Розовое на розовом, это стильно и незаметно. У тебя нет еще фейс-тату, поэтому как раз можно. Это очень мило. Можно сделать. А теперь наказание. А наказание автомобиль. Автомобиль или нет, Надя и Леша, мы решим, наказание находится под вами. Пожалуйста, найдите его и прочитайте громко. Волк ловит яйца. А кто? Ты знаешь эту игру? Да, конечно. Словить как можно больше яиц голыми руками. Яйца бросает соперник. Джоис Шоу. Сейчас у стилиста, который меня одел, у нее будет стресс. Давайте вам записать на эти карты наказание. Ребят, подождите, уточните у Жени, возможно, это стоит очень много денег. Точно можно в этом? Ну шо, вы готовы, да? Да. Волчары. Да. Такие бусы. Не закрыть бальдер с грехом. Блин, только все, я не терпусь. Что-то творится. Бетоник. 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 А что мне не наказание? Полетел обратно. Что ты творишь? Бетоник. 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 Отвлекающий панем из Романа. Блин. Дивану капец, ребята. Есть. Ура! Я сейчас обращаюсь ко всем, кто смотрит нас. Друзья, на этом испытания для группы «Время и стекло» не заканчиваются. Новый сезон «Джойт-шоу» только набирает обороты. Витенька, спасибо тебе за игру. Теперь ты свободен. Надя и Леша, а с вами мы увидимся в следующем выпуске «Джойт-шоу». Не распадайтесь пока. Скоро увидимся. Да, увидимся всем. Спасибо большое. «Джойт-шоу» Другий сезон «Баттл»